В эфире библейский портал Экзегет. К нам пришел вопрос. Если Бог вездесущ, то почему именно Церковь называется Домом Божиим? Мы можем обратиться с этим вопросом к Господу. Есть замечательный ответ в Ветхозаветной книге пророка Агеи, как известно, после возвращения из плена храм строился с очень большими сложностями. И нападали народы окрестные, так что, как мы знаем, в одной руке человек держал лопату или лом для строительства, или кирку, а в другой вынужден был держать копье или щит. Но это было связано еще с тем, что люди делали дела по строительству храма по остаточному принципу. И вот они говорили в сердце своем, не пришло еще время, не время строить Дом Господень. Так они решили. И было Слово Господне через Агея Пророка. А вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении. «Ожидаете много, а выходит мало, и что принесете домой, то я развею. За что?» Говорит Господь Словоов. «За мой дом, который в запустении. Тогда как вы бежите каждый к своему дому. Посему-то небо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает своих произведений. И я призвал засуху на землю, на горы, и на хлеб, на виноградный сок, на елей, и на все, что производит земля, и на человек, и на скот, и на всякий ручной труд». Вот удивительно, на ручной труд. «Призвал Господь засуху, потому что его дом находится в непряжении. Видимо, Господу очень важно, чтобы дом был построен, и чтобы люди приходили туда совершать молитву, совершать жертвоприношение. Но сейчас у нас жертвоприношения не совершаются, совершаются таинства. То есть храм Божий — это место, куда человек приходит за плодами таинств. А таинство — это то, что человек сам сделать не может. Человек может изучать Священное Писание вне храма? Может. Синагогой была таким местом молитвы и изучения Священного Писания. А вот вкусить тело и кровь Христова надо в храме. Конечно, бывает во время гонений, что служатся Евхаристии в лесу, на пне. И такое было, например, на Соловках в 30-е годы. Но Господь хочет, чтобы это совершалось в храме. Господь знает немощь человека. Человеку легче молиться, если он приходит в определенную обстановку, где все помогает ему собраться для молитвы. Нам немощным лучше молиться в храме. А еще мы приходим туда за плодами таинств, за дарами Божьими, которые Господь решил подавать нам в храме своем. Зачем же нам этим пренебрегать? Получается, у человека такое некоторое упрямство. «Господь, а я хочу, чтобы ты сюда пришел». Мы даже с друзьями своими так не поступаем. Если мы знаем, что друг хочет нас видеть у себя дома, конечно, мы туда пойдем. «Господь, а я хочу, чтобы ты сюда пришел». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова